Вот осыпается стена, кирпичная кладка. И это по всей поверхности стены. Тут не надо даже прикладывать ничего. Усилий тут не прикладывается. Дмитрий Плюснин живет в общежитии по улице Театральной 81-1 почти 20 лет. Из них последние пять здания разрушаются на глазах у жильца. А пару дней назад от общежития обвалился кусок стены вместе с опалубкой. Теперь толщина стены не два с половиной кирпича, как было раньше, а один. В подвале зимой дверей нет. И отпотевает, и потихоньку разрушается. Ее пытались ремонтировать. Сделали опалубку. Но опалубку неудачно поставили, потому что опалубка стояла. Половина к дому была, а половина на фундаменте отдельно стояла. И вот в течение того, что зимой, летом дом ходит, прошло разрушение стены. Вот данная стена тоже. Мы тут ничего не пытаемся. Вот это все само отваливается от старости. Вся стена полностью осыпается от сырости. Сырость в подвале – явление постоянное. Основная причина – старые неисправные канализационные трубы, говорят жильцы. Теперь стены разрушаются и с другой стороны дома. На углу появилась трещина, а под окнами выпирают кирпичи. Сырые стены повлияли не только на внешнюю часть здания. Эта комната находится сразу же за обрушившейся стеной. В ней уже год никто не живет. Внутри постоянно стоит запах сырости. А из-за повышенной влаги в помещении отклеиваются обои. Тут пол кирпича осталось. Вот где есть чуть-чуть. Она отходит вся. Вот видите стена. И вот. Внизу вот чернота выступает. Вот видите, мокрые обои. Сильно отрывать не буду. Видите, что творится. Общежитие сдали в эксплуатацию еще 40 лет назад. Сначала оно было ведомственное. Сейчас большая часть квартир приватизирована. Остальные живут по договору соцнайма. Последние несколько лет дом обслуживает управляющая компания. Они, кстати, менялись у общежития четыре раза. По словам жильцов, предотвратить разрушение стены взялась только компания «Мастер-Д». Они и построили опалубку. Сейчас дом обслуживает другая управляйка «Амур-Арс». Но решить проблему с обвалом стены никто не берется. Да, собирали подписи, писали также и прокуратуру, и в жилищные писали. И в администрацию писали. Ответы дали, но работы никакой нет. С управляющей компанией тоже разговаривали неоднократно, чтобы они начинали это все делать. Но бесполезно. Мы нигде не можем добиться. Нигде. Управляющая компания вообще ничего не делает. В управляющей компании нам пояснили, обращений к ним не поступало. Когда они брали дом на обслуживание, видимых дефектов не было. А опалубку, говорят в управляйке, сломали сами жильцы. В компании пообещали к отопительному сезону отремонтировать стену. Сейчас сотрудники компании определяются с видом строительных работ. Выявить причину разрушения мы попросили независимых экспертов. Строители и инженеры осмотрели дом и составили акт. Выявлено обрушение кирпичной кладки наружной стены с участком железобетонной укрепительной обоймы на углу здания общей площадью около 2,5 квадратных метров на глубину примерно одного кирпича. Частичное разрушение кирпичной кладки в местах расположения водосточных труб, разрушение отмостки, значительные повреждения системы водостока. Вероятные причины выявленных нарушений – нарушение условий эксплуатации здания, неорганизованный водосток, отсутствие текущих осмотров и ремонтов. Эксперты заключили, надо восстановить кирпичную кладку и усилить ее при помощи железобетонной обоймы. Отремонтировать надо отмостки и водосточную систему. Будут ли проведены эти работы и выполнить ли свое обещание управляйка – неизвестно. Теперь жителям общежития остается только надеяться, что их дом не превратится в руины. Елизавета Бедник, Антон Максимов, Альфа Новости.